Цегламенская библиотека номер 16 представляет «Человек, который смеётся». В 2024 году книге Виктора Гюго «Человек, который смеётся» исполняется 155 лет. Главными героями романа являются Гуинплен, сын лорда Линнея Клинчарли, «Человек, который смеётся». Юноша с обезображенным лицом, ставший приёмным сыном бродячего комедианта Урсуса. Гуинплен обладает доброй и отзывчивой душой. После неожиданного возвращения всех титулов и имущества отца, пытается защищать простой народ перед высшей аристократией, но терпит неудачу. Влюблён в слепую девушку Дею. Дея – слепая дочь бездомной нищенки, в младенческом возрасте спасённой от смерти Гуинпленом. Вместе со своим спасителем вступают в труппу Урсуса. Для лишённой зрения Деи важна не безобразная внешность Гуинплена, а его прекрасная душа. Урсус – бродячий философ, поэт, комедиант и врач. Честный и добрый пожилой человек, старательно скрывающий свои истинные чувства за демонстративной грубостью. Гома – волк Урсуса. Выступает вместе с ним в цирке. Урсус искренне к нему привязан. Лорд Дэвид Дэри Мойр – незаконорождённый сын лорда Клинчарли. Может получить титул пэра Англии в случае женитьбы на леди Джезиане. В отличие от большинства аристократов, лорд Дэвид ценит справедливость, уважает умных и талантливых людей. Под видом матроса по имени Том Джим Джек хорошо известен в лондонских трущобах. Леди Джезиана – незаконорождённая дочь Иакова II, сестра королевы Анны. Очень красивая молодая женщина. За ангельской внешностью леди Джезианы скрываются бесстыдства, распущенность, презрение ко всем людям с низким социальным статусом. Не последнюю роль в романе сыграли и второстепенные персонажи, например, компрочекосы. В XVI столетии в Европе существовало особое сословие людей – компрочекосы. Они занимались покупкой и продажей детей, служащих для развлечения. Компрочекосы вполне легально покупали малолетних детей и преднамеренно превращали их в уродов – карликов или горбунов. Для этого применяли специальные снадобья. Ребёнка усыпляли и совершали ужасную хирургическую операцию. Обезображенного на всю жизнь ребёнка было легко продать королям и знатным людям в качестве шута. Все эти персонажи, и главные, и второстепенные, имеют разные роли в романе и разные взгляды на жизнь. Контраст этих взглядов позволяет автору рассуждать о том, что мир не имеет однозначных чёрных и белых красок. Он состоит из полутонов. Действие происходит в Англии конца 17-го, начала 18-го века. Мы рождаемся с криком, умираем со стоном. Остаётся только жить со смехом. Зима 1689-1690-х годов была очень холодной. В конце января к одной из бухт Портленда причалила старинная Бискайская урка. Восемь человек грузили на матутину сундуки и продовольствия. Им помогал десятилетний мальчик. Судно отчалило в большой спешке. Ребёнок остался один на берегу. Он безропотно принял случившееся и пустился в путь по плоскогорью Портленда. Холод, метель. Он идёт по следам женщины и находит её мёртвой. Годовалая девочка умерла бы у неё на руках, если бы смелый малый не решился взять её с собой. После долгих скитаний несчастный находит дом Урсуса. Лекарь нерадушно встречает детей, но предлагает им еду и ночлег. А наутро обнаруживает изуродованное лицо мальчика и слепоту девочки. Он даёт им имена – Гуинплен и Дея. Прошло 15 лет. Дея превратилась в настоящую красавицу. Гуинплен развлекает знать при дворе, чтобы обеспечить семью. Однако главного героя вновь ждут новые испытания, главными из которых становятся искушения славой и богатством. Сможет ли Гуинплен противостоять соблазнам высшего общества? Вспомнит ли он о своих близких? Какова будет его дальнейшая судьба? В основе сюжета лежит история несчастного Гуинплена, ставшего по вине людей калекой на всю жизнь. В романе писатель поднимает несколько очень важных тем. Жизни и смерти, угнетение простого народа знатью, разницы между духовной и телесной любовью и другие. Каждый читатель найдет в книге что-то свое. Но это произведение Виктора Гюго сложное и по-настоящему трагическое, точно не оставит никого равнодушным. Пусть оно и было написано много лет назад, но многие проблемы, поднятые писателем, остаются актуальными и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok